привет дорогие друзья я на нас к олимпийской уже возле вернее сегодня стартует лига чемпионов будем болеть за динамо киев динамо играть против ювентуса ребята билеты на руках это самое главное поэтому будем надеяться на победу как минимум тем более тем более я считаю что шансы и плохие не перед крещену роналду ребята но это и главное главное чтобы динамо сыграла в свой футбол и будем ребят болеть осталось буквально четыре часа до матча поэтому ждем ждем игры и попозже еще включусь делаю ребята небольшой прогноз перед матчем динамо киев ювентус думаю в этой игре ребята у динамо будут хорошие шансы тем более что уже говорил не будет крещену роналду не будут еще пару лидеров тоже вылетели до лифта по моему тоже не будет еще мне кажется один плюс то что судья данного матча хацыган с румынии думаю понимаете уже тоже румын поэтому возможно нам это поможет но не по составу киевского динамо думаю ничего не будет меняться в плане динамо то есть оборона все тоже останется мне кажется хоть и в чемпионате украины мы увидели попова уже в центре поля до обороны но все же я думаю быть сегодня мы коленка изобарность по краям и скорее всего будет каравая викинзера ну и в атаке все те же лица мы увидим что касаемо ювентуса я думаю конечно мы будем играть вторым номером против них и нам будет тяжеловато но если мы сможем поймать ювентус на контратаках одинам это может мы уже это показали у нас есть неплохие футболисты тот же депана с хорошим пасом тот же цыганков который хорошо играет в завершении то есть в принципе шансы у нас неплохие ребята я делаю свой прогноз на то что динамо киев сегодня не проиграть и скорее всего будет обе забьют я думаю мы скорее всего пропустим но не проиграем и ребят надеюсь все-таки возможно удача нам улыбнется и мой прогноз не сыграть мы вообще выиграем этот матч но давайте будем смотреть опять-таки желаю динамо только лучшего и сегодня будем болеть за стадиона ребята за киевская динамо что дорогие друзья вот уже пустили на стадион такие вот флаги дали и бесплатную маску сейчас будем заходить уже с билетами собственно говоря на стадион поэтому народ собирается меньше двух часов до матча поэтому будем болеть за динамо ребят и как видите сейчас буду заходить удачи динамо ребят антураж конечно болеем за динамо захожу на стадион будет буду искать свое место видите что народ чуть-чуть уже подходит сейчас буду искать свой сектор ну что дорогие друзья я уже на стадионе как видите пока что он пустой никого нету игроки не разминается но самое главное что я уже здесь поэтому надеемся надеемся что динамо нас порадует хорошей игрой ребята мои места вообще там внизу но я с братом и девушкой зашел может не выгонят поэтому сверху все-таки получше будет видно так что так что вот такая вот атмосфера пока людей не так много ну понятно еще полтора часа до матча так что когда и выгодит вывели футболисты тогда уже что-то еще есть и и и и и и и Продолжение следует... Друзья, составы уже известны. Динамо Киев, как и ожидалось, без сюрпризов в составе все те же ребята, которые играли в квалификации, только вот не Родригес именно в основе, а будет Цыганков. Понятно, он за сборную очень хорошо себя проявил и более-менее уже набирает форму. Вот поэтому, что касаемо Ювентуса, то там все-таки тоже основа, если не считать Дебалу. Дебала сегодня вот на заменке. Ну и те футболисты, которые не приехали. Долик, Роналду и так дальше. Поэтому, ребят, у Динамо без изменений ждем, собственно говоря, матча. Как видите, футболисты уже разминаются минут 20. Ну и вот объявляют. Слава Криньки! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Зайдевает. Высюди, а на дискорректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров 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 А.Егорова Эй! Начало матча. Хорош! Ученик и учитель. Ой-ой-ой! Мещан! Давай! Ух! Ух, блядь! Фу! Пронесло! Ааа! В чем-то уже разумный. Хорош! Хорош! Друзья, закончился первый тайм, и в принципе игра довольно-таки, понятно, что неравная, потому что Juventus играет лучше, но у нас было всего-то два удара, и третий, третий был удар, извиняюсь, третий был ударен на Цыганкова-Сарфахнова в конце первого тайма, это был, наверное, самый опасный момент у «Динамо». У Juventus, понятно, было пару хороших действительно моментов, и, конечно, Гущиан спас. Пока что Гущиан держится, защита более-менее нормально играет, чуть провалимся в центре поля, а так-то более-менее все четко у нас происходит, и особо хляпов нет. Удачи, «Динамо»! «Динамо»! Пиздец, пропустили! «Динамо»! 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 Да. «Динамо»! 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 На выходе ребята со стадиона Данный момент наверное это все таки наш максимум Наш максимум С ивенцием было тяжело Но будем пытаться С другими соперниками Вырывать победу Поэтому Сейчас нужно покидать стадион на дворе холодно Но ничего На стадионе столько ложатка Друзья вот только со стадиона Только приехал домой И сразу хочу поделиться впечатлением Можно сказать С холодной головой Обсудить этот матч вкратце Ну что мы увидели ребят В первом тайме мы увидели Что действительно Ювентус Пытался вскрывать Тиевская Динамо Но Динамо особо Можно сказать не выходило В контратаке Они больше пытались Сохранить тот счет Который есть 0-0 И это получалось И в принципе После первого тайма Были надежды на то Что Динамо отыграет Вничью с Ювентусом Действительно Они были У Динамо Был только один момент В первом тайме Это удар Цыганкова Со штрафного В конце первого тайма Да И там Удар не особо получился Но все же был створ У Ювентуса Было два хороших момента В первом тайме Но Бущан спас Опять таки Молодец Георгий Ну вот второй тайм Ребята Начало Возможно Чуть не настроились Возможно Не хватило концентрации В концентрации Возможно Поверили слишком в себя Но Пропустили очень быстрый гол Я даже не ожидал Еще толком не отошел От первого тайма А тут уже Во втором Сразу же пропускаем Первый гол И тут конечно Ударило по Динамовцам Этот первый пропущенный Гол от Ювентуса Они чуть Первые 10 минут Знаете так Были в потрясении Но потом Динамо мне очень Более-менее понравилось Когда вышел Родригес Когда Вышел Вербич У Цыганкова Мало чего Что получалось У Супряги Сегодня вообще ничего Не получалось Ребята То есть было Видно что он Еще не готов К таким матчам Он еще Как форвард Довольно-таки сырой Да И сложно ему было Против Ювентуса Против такой обороны Юветус Ребят засушил Этот матч Юветус засушил Второй тайм Они понимали Что они забили Быстрый гол Ребята И они отошли назад Они ждали Уже своих Контратак Они понимают Что Динамо Сейчас будет Идти вперед Открываться И на этой почве Ювентус На контратаке Поймал Динамо Еще раз И забили нам Второй Ребят После этого Уже было тяжело Отыграться Вывод такой Ребят Это на данный момент Конечно Наш максимум Из этого состава Луческу Вытянул Все что можно То есть он Максимально Упростилил Игру Он не придумывал Ничего нового Да Мы пытались Играть больше На контратак Не получилось Были неплохие Знаете Такие подходы К воротам Ювентуса Во втором Но опять-таки Оборона Довольно-таки Неплохо У Ювентуса Сегодня отыграла Можно сказать Что Сломался Киелине Сломался Киелине В начале матча Но в принципе Тот футболист Дамираль По-моему Вышел Вместо него И кашу Не испортил Так скажем В обороне Ювентуса Поэтому Для нас поражение Только что Увидел результат Барселона Ференс Варуш На данный момент Видел Что было 4-1 Вот Поэтому Нужно Ребят Нам обыгрывать Ференс Варуш Два раза Вот что я вам скажу С Барселоной Возможно Еще попадаемся Но с Барсовой Будет еще тяжелее Конечно Там я видел Что Пеке не сыграет Но это нам на руку Но все же Ребят Об этом будем Потом говорить Динамо Киев Не расстраиваемся В любом случае Мы будем За Динамо Топить В Лиге Чемпионов Нужно обыгрывать Ференс Варуш Два раза И выходить В Лигу Европы Ну Опять таки Не будем хоронить Возможно С Барселоной Что-то получится Ребят Всем спасибо Кто посмотрел Это видео Обязательно Подписывайтесь На канал Поставьте лайк И напишите Как вам этот матч В комментариях Чего вы Возможно ожидали И что получили Пишите в комментариях И до новых встреч